восприимчивость у меня там очень интересно там события развиваются но не нужно придумать испытание на самоотдачу и на обиде правильное слово на английском повиновение божественные такие интересные кисти пока ничего ко мне не приходит на восприимчивость до восприимчивость это не на восприимчивость мне вот именно на эти два потому что я восприимчивость там уже очень самой понравилось как она вышла мне нужно просто будет такой квест небольшой на именно на повиновение самоотдачу когда уже слышит божественную волю да нужно ей подчиниться вот такие интересные какие-то яркие кейсы пока не приходят в голову в принципе тут все упрется снова в эту самую да в две вещи то есть сенсерити то такого подчинения то есть сэрэндо не получится если нету некоторых вещей то есть у тех первых трех качеств это значит сэрэндер юмилиций и грэддюйс зимеют там там химилиций там соронды нету об Извиняюсь слэрэд я имела ввиду то есть чтобы сэрэндер получилось нужны эти первые три качества активированы и нужен каридж да то есть весь набор И surrender без этих, без этого набора и повиновения, наверное, повиновение каким-то образом связано с humility, да, то есть ты понимаешь, что это не твой мир, что ты здесь не наводишь порядок, как ты считаешь это нужным, а ты полностью подчинен как бы божественному ходу вещей. И отсюда получается, что как бы obedience становится возможной, легкодоступной, потому что она приносит радость, gratitude, то есть unconditional love приходит из этого. А вот surrender, чтобы полностью отдаться, не просто подчиниться, а вот уже как бы полностью стать, передать себя в руки. И это уже такая вещь более глубокая, она требует courage, конечно. Без courage она не получится. То есть здесь нужно еще какой-то элемент, потому что у нас не хватает глубины sincerity, если бы ее хватало, когда хватило дойти до самой глубины божественного, то в принципе проблемы бы не было. Но из-за того, как мать говорит, sincerity никогда не хватает, потому что оно исходит из глубины божественного бытия, existence, то есть его всегда будет не хватать, всегда, да, то есть мы никогда не будем полностью искренни, этого не получится. Для этого нужно быть божественным, абсолютно божественным, во внешнем и внутреннем смысле, то для этого нужен courage, чтобы это сделать, самоотдачу. Но courage у нас еще у них две главы. Да. То есть surrender является как бы вершиной всех этих качеств, да, как бы без набора всех этих качеств, наверное, surrender будет невозможным. Ну, хотя obedience, оно где-то зависит от этой humility. Humility это, туда и поставил намага, да, ты писала, что лучше бы их разобрать с точки зрения санскрита. Да, у меня тут есть на санскрите. Рассмотрела я цветок свой, он действительно у меня неправильный по цветам. Да. Продает на шраме, понимаешь, неправильного цвета. Ну, а можете, ну, покажи, можете правильного, откуда мы знаем? Нет, тут, мне кажется, искаженные цвета. А, искаженные, то да, но все равно, sincerity первое, все правильно, правильно я поставил. Кстати, долгие годы я неправильно сам это делал и настаивал, ходил в ашрам, ругался там, что они неправильно сделали. А потом вдруг меня осенило, что это я неправильно вижу. И мне было, то есть сейчас я уже понимаю, что sincerity первое из Магешвари качеств, которые проявлены там. Сейчас я найду. А где же наша эта? А вот они все. Хочу найти этот же знак, и мы посмотрим, я там выписал санскритские термины, но не так, как переводят их в ашраме. У меня, скорее всего, ашрамский перевод. Конечно. И я объясню, почему я поменял эти. Потому что там это не имеет смысла. Я расскажу, что у меня тут восприимчивость. Восприимчивость у меня алхимик. Она живет на границе миров, когда мы выходим за купол. И она выращивает тысячелепестковые лотосы. Но она готовит специальное снадобье, которое готовится из качеств определенных, для того, чтобы быть восприимчивым. Я просто тут начиталась от рыбков, то есть матерей Шевробинды, и у меня такая идея пришла. Там у меня нужна чистота, концентрация, вера, открытость. То есть там самый главный индивидент открытости, потом чистота, прозрачность, концентрация, внимательность. И конечная важная составляющая повиновения и самоотдача. Потому что как бы на всех уровнях существа. Она готовит универсальный такой рецепт, но к каждому уровню все вот эти... Подготовить себя на каждом уровне, ментальном, детальном, физическом. То есть вопрос восприимчивости, вопрос нашей готовности. И вот эта готовность, она насколько... Она такая многокомплексная, да? То есть она... Чтобы нам услышать действительно, потом еще подчиниться этой воле, да? К этому движению у нас. То есть у нас вот эти вещи как бы должны у нас быть готовыми. Тогда мы будем восприимчивы. И тогда пойдет прогресс, следующий шаг, да? То есть мы должны быть готовы к этому прогрессу. Вот. Поэтому все качества, вот эти ингредиенты ребенок находит с теми качествами, которые у него уже есть. Синсирить, эфемилии, гратисти, презервирование, причем, и аспирейшн. Причем они все ему помогают их как бы найти. Но душа ему говорит, что вот obedience и, в общем, на английском, и surrender, с ними сложнее, потому что их нужно установить в этих трех царствах. Потому что, ну, они должны как бы повиноваться, так скажем, нашей части божественной воли. Но я не иду еще в это, в courage. То есть, в courage у меня, ну, как вот складывается, это будет такой финальный момент перед тем, как мы перейдем к миру людей. Да, там же качество следующее. Это уже не отношение с божественным, это отношение к людям. И, в courage, это будет, ну, как вот, есть там в сказках, например, когда про конька-горбунка ему нужно было прыгнуть в три котла горящих. Да, должна быть вера и насколько смелость в отношении к божественному, потому что происходит перерождение, которое, мы не знаем, у нас вообще там ничего нет. Это как прыгнуть, не знаю, в пропасть для нашего существа внешнего, да. Вот это для меня как бы вот это вот финальное то, что будет происходить, это courage такой. А потом будет изменение, с которым уже можно идти как бы в мир людей, да, и нести вот эти качества, еще четыре отрабатывать. Вот такая была задумка. Хорошо. Это похоже на то, чтобы идти как бы родиться, да. Карлич – это последний шаг в сторону внешнего мира, других людей, когда внутреннее существо уже готово как бы родилось. Ну да, это последний шаг от перерождения. А вот сначала мы восприимчивуем, потихонечку как бы подготовимся, шаг за шагом, да, и у нас происходит прогресс, да, у нас существо развивается. А вот courage – это вот финальный такой аккорд, когда происходит реализация как раз этого внутреннего существа, и потом идут отработка внешних этих, к миру качеств. То есть там уже будет не внутри ребенка, не три девятые царства, там будет уже конкретная земля. То есть это уже другое совсем будет, как бы, образом, скажем. Вот такая вот идея. Да, хорошо. Ну, пока вот с этим обиденцем. Ну вот еще не нашла я, как там их хитро, этих витальные, ментальные вот этот обиденц представить. Они же не хотят, да? Ну, найду. Ну вот если посмотреть на основную схему, да, первую иерархию, то сразу видно, если особенности подставить значение санскритские, будет сразу видно, что первое – это истина бытия, то есть существо узнается как таковое, да? Мы узнаем сущность. Как только мы узнали, что сущность есть, божественная есть, оно не просто было или будет, или где-то там заоблачно есть, далеко от нас, оно есть активно, абсолютно реализованное здесь, во всех своих видах, формах, силах, и ты его узнаешь. Вот это sincerity. Как только это явило себя, вот это бытие божественное в каком-то... Можно сразу вопрос, я просто хочу сравнить. Сатья-ништха дают название они, искренности. Да, ништха – это, собственно, установление, да, стха. То есть можно опустить ништха и просто оставить сатьям истинно, да, как истинность, искренность как истинность. Если ты истинный, собственно говоря, ты будешь искренним. Если копнуть в лужи, то можно понять эти вещи, связаться. То есть, собственно, основной вещью в искренности является правдивость. Правдивость, правда во что бы то ни было, да, истина во что бы то. То есть, какая бы она ни была, говорит мать, нам нужно принять истину. Это есть sincerity, абсолютная sincerity. То есть не то, что она нам подходит, не подходит, она трудная, легкая, удобная, неудобная, да, этого нет. Есть, вот это есть искренность. Я когда-то докапывался до этих смыслов, поэтому выставил вот эти простые формы, объясняющие эти качества. Humility, заметь, что я поставил, намаз, то есть намага. Это и есть surrender, собственно говоря. В моем понимании. Что такое humility, если глубже так посмотреть, это то, что ты уже узнав, что есть божественное, что оно везде есть, и что это его мир, и его enterprise, так сказать. Ты понимаешь, что ты хочешь быть частью этого enterprise, с его точки зрения, с точки зрения божественного. Ты хочешь отдать себя ему для его работы. И вот это вот желание себя отдать ему для его работы, потому что оно есть везде, оно абсолютно реально. И есть, собственно, вот эта вот самоотдача или surrender. Оно базируется на знании, на понимании, на реализации. Вот sincerity – это реализация истины, да? Какая-то реализация в какой-то ее части. Ментально, витально или физической. Узнавание того, что есть на самом деле. Как только ты это узнаешь, ты хочешь быть частью этого движения, процесса. И ты перестаешь как эго, собственно, существовать. Ты отдаешь свои инструменты эгоистически на реализацию того, что есть. Смотри, какие фундаментальные движения идут, да? Не просто какие-то качества, а это чуть ли не все, что нам нужно, весь набор. А отсюда, от того, как мы себя уже делаем частью того процесса, что есть, то есть мы подчиняемся закону истины или божественному, его законом появляется вот эта ананда, вот эта unconditional love. Она является следствием как бы вот этого узнавания и самоотдачи. У меня вопрос. Они дают здесь значение химилити, как вина, вина мрата. Вина мрата. Вина мрата – это нам, корень, да? А ви – это префикс, да? Собственно говоря, это намаз, корень, то же самое. То есть просто здесь это все сделано многосложным словом, которое соответствует хинди, да? Вот тоже нужно понять. Сатьяништа, вина мрата – это хиндийские слова, и для индусов они понятны. Я упростил их, я оставил корни за ними, да? То есть я не иду за всем тем набором, который им нужен для того, чтобы понять слово. Да. А вот с грати тьют я полностью поменял, да? Да, я вижу. Потому что мне кажется, что тот крыта джня, да, который они туда поставили, это совсем не соответствует реальности. То есть крыта – это сделанная джня, так сказать, реализация сделанного, или, так сказать, как это, acknowledgement of what was done, да? Акнолледжмент. Благодарность за то, что было сделано. То есть ты узнаешь, что для тебя что-то было сделано, и от этого у тебя появляется как бы осознание, что для тебя все было сделано. В принципе, неплохая форма осознавать то, что для тебя все сделано, в этом смысле грати тьют, да? То есть не ты сделал что-то, а для тебя все было сделано. А здесь именно для тебя, крыта джня, да, для тебя, не просто то, что сделано вообще в принципе, так более абстрактно. Да, крыта джня, да, напечатаю на всякий случай, что будем сравнивать, чтобы не забыть. Винамрата, тут нету долгих клаванов, но в сад я нечто. В конце у них долгие. Да, ну, это потому что, потому что понятно, это абстрактное имя, да? Как твам. Винамрат твам, крыта джня твам, можно тоже поставить. Окей, что я хочу сказать, что крыта джня, при всем при том, что мне чему не понравилось тогда это слово, это как бы acknowledgement того, что было сделано. А вот я подумал, а того, что не было сделано, разве gratitude это только о том, что было сделано? И тогда меня осенило, что gratitude вообще не связано с тем, что было сделано. Оно связано просто с узнаванием божественного, что оно есть. И отсюда появляется вот эта любовь. Оно devotional характера, то есть оно это, любви сердца, не любви какой-нибудь там чувственной, да? Хотя бхакти это тоже чувство, да? Но оно другого характера, скорее такого религиозного характера. Любви религиозной. И это, вот эта критаджинята, это какая-то христианская форма, да? Вот такая абрагамовских религий. Я тебе, а ты мне, да? Ты мне сделал столько, вот спасибо тебе за этот хлеб, аминь, да? Вот это спасибо тебе за этот хлеб. Вот это постоянное спасибо за то, что ты все-таки нас поддержал. Вот это вот обмен вещественный. Не хотел снять. Поэтому критаджинята для меня звучала как раз, что оно нас затягивает в ту самую сферу обмена. Я тебе, а ты мне. Вот, вот я узнал, да, ты все-таки за мной смотришь. А если не смотришь, тогда что? Я перестану тебя любить? Да, я буду тебя там проклянул за то, что ты там что-то сделал по-другому, да? И моих родственников уничтожил. То есть, вот эта форма, я хотел ее убрать. Поэтому убрал вообще слово критаджинята. Во-первых, в ней нету любви. Крыто сделанная джиня реализация. То есть, ты реализуешь, ты понимаешь, что было сделано. И отсюда греть. Мне кажется, что это второстепенная вещь. Функционально это просто как бы consequence, то есть, что не связано с главным движением. А бхакти от корня бхадж это более точное слово. Бхадж это делиться. И делиться тем самым своим чувственным, самым сердечным, самым любимым нечто, разделять наслаждение. И вот это разделение наслаждения сердца и любви и есть, собственно, gratitude. Ну, с моей точки зрения. Снова очень проблематичная тема gratitude. ответ. Ну, почему? Мне кажется, действительно, gratitude там узкая. Да, она какая-то более человеческая какая-то такая. Без того. То есть, как только я принял sincerity и humility как основу, да, у меня пропала вот эта нужда в gratitude. Потому что, если я узнал, что божественное есть, что есть он везде и постоянно, и отсюда у меня появилась самоотдача движений, то при чем здесь критаж нета? Хотя можно это вывернуть в красивую форму типа того, что я реализую, что все, что сделано здесь, да, оно сделано для самого лучшего, что можно было сделать. Лучше и не сделаешь. И отсюда появляется вот это вот security и gratitude. но это внешний взгляд на вещи, снова внешний, а внутренний это будет узнавание божественного. Можно оставить два слова. На внешний это узнавание того, что все сделано божественным, а на внутреннем это узнавание самого божественного и радость отсюда в сердце. Окей. Если эти три удерживаются, значит появляется вот эта устойчивость, какая-то настойчивость, какая-то perseverance. Perseverance это мы persevere, мы продолжаем постоянно пребывать в одном и том же состоянии или движении. И вот я сюда поставил основной корень дгри, 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 но мне нужны двух сложные слов слоги, двух сложные слова. Дгри это удержание, так сказать, концентрация, holding on to, держаться, придерживаться чего-то. Это как закон, дхарма, дхарма тоже очень хорошо подойдет. Там они я не знаю, что дают, какое слово-то? Они дают проятна шилата. Окей. Они что делают? Они дают проятна, проятна это усилие, а шила это, так сказать, шила та. Шила это характеристика, характеристика усилия. постоянно, так сказать, пребывая в каком-то усилии. Кажется, что это не столь существенно. Делаю я усилие или нет, я удерживаю, я придерживаюсь этого. С усилием это сделано, а либез это уже дело десятое. Проятна это как раз усилие. От корня яд, яд ате, то есть устремляться, устремляться вперед. Допустим, я возьму его в самом смысле таком, как устремление вперед, качество устремления вперед. В принципе, неплохое звучит, как качество, которое тебя устремляет вперед. Но я здесь не вижу вперед. Я здесь вижу только sincerity, humility и gratitude. Они для меня являются то, в чем я буду persevere, в чем я буду настаивать. Я не настаиваю ни в чем другом, ни на каких других качеств, я не смотрю никуда, я не пытаюсь там чего-то свое продвинуть, потому что проятна шила, может быть, качество продвижения себя вперед. Но если считать, что это продвижение, качество продвижения вперед, sincerity, humility and gratitude, то это красиво звучит тоже. То есть в этом смысле нету... У них получается более такое внешнее, к применимому, к внешнему миру, хотя когда раздвижение должно быть внутреннее, поэтому они как бы распаковывают это с точки зрения внешнего мира, а не внутреннего отношения с божественным, более таким, сакральным, более полным. Потому что эти краткие словечки можно как бы не понять и ничего не увидеть. Для этого нужен более глубокий ум. А здесь они помогают как бы человеку видеть, то есть задуматься. В принципе неплохо это все, но очень много слогов. Вот я здесь оставил тоже возможные разные другие варианты. Aspiration. То есть когда это происходит удержание или так следование этим трем постоянной их так сказать культивации, то возникает новое качество. То есть вот это Aspiration. Aspiration можно еще по-другому конечно перевести. Но я не захотел прояд корень, да? Я не захотел вот эту прояд, потому что она понимается как усилие. А вообще-то корень яд, яд и самое простое было бы яд. Разве Aspiration является Агни? Да, Агни. Но Агни не назовешь, потому что ну не получится так, да? то есть один в один Агни. Агни тогда нужно и другие какие-то божества назвать. В принципе Агни это слишком занятое слово многими вещами. А вот я искал чего-то что Агни вот Абхипса что они делают это их слово, да? Да, Абхипса их слово, да. Вот они делают это от корня Аб да? С приставкой Абхи 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 то есть дезеративная основа от Абхи желание достичь, желание реализовать. А я вообще вышел на простой корень Ишти. Ишти означает две вещи. Корень Иш желать, да, как аппликейшн воли, а другое, то есть желание очень хорошо подходит под аспирэйшн, а другое сэкрифайс, то есть Ишти от корня Яч. То есть в одном я соединил в одном слове Ишти два значения, да, жертвовать и желать, искать с обожанием. Тут можно... А как это получилось Ишти из двух этих слов? Корень Иш и Яч дают от ДН тот же Пи-Пи-Пи, Ишта. Оба одинаковая форма и причем можно не понять. Ишта Девата например. Ну это такая как бы да, случайность как бы санскритская, но в любом случае я воспользовался желанием и жертвоприношением. Я не нашел ничего лучше до Испирэйшн, можно поискать, можно найти другие слова. это было самое простое корневое слово Иш и Яч если распаковать. Я долго думал, я перебирал много слов и все время что-то не подходило. Желание достичь, желание реализовать снова оно ну да, если желание достичь, реализовать божественное, то да, конечно. То есть но здесь дезеративная форма, то есть они это желание вынесли в дезератив, а реализовать основная форма корень ап, желание реализовать. А что такое дезератив? Дезератив это форма, которая чекирша, ты например от корня кри, чекирша, желание делать от корня ап, об гипса, от корня лап глипса, желание достичь. Мы потом увидим, она образуется с помощью суффикса са и удвоением, как правило, в основе. Но это позже у нас будет в заключительных уроках. То есть это из-за того, за своей комплексной вот такой формы желание реализовать, хотя мне нравятся значения, поэтому я оставил их здесь. Как возможный вариант, видишь? То есть но я искал простой корень, который бы выразил мне эту вещь. Я нашел, что этот корень иш будет он. И интересно, что корень иш ид и ядж идж они все как-то очень близко с этим и связаны. Вот это и, вот это движение как бы соединение и соединение. Или скорее даже направление, какая-то концентрация, это какой-то поиск, это, как Шиевин говорит, тенденция оккупировать нечто, тенденция к цели, направление к цели. И я подумал, что ишти в этом смысле пока, наверное, самый удачный вариант. хотя, в принципе, я готов его поменять, если что-то найдется лучше. Сложно найти полностью эти aspiration, потому что можно пойти за словом так, что это связано с дыханием, вдохом, поменятьем вверх. Я уже все думал, с приставками не хочется пользоваться приставкой. Ну вот, ишти. Impulse, да? Acceleration, hurry, с одной стороны, seeking, going after, вот они все значения, wish, request, desire, endeavoring to obtain, то есть то же самое, что они предлагают обгипса, да? Any desired object, desired rule, deseratism, sacrificing, sacrifice, вот третье значение. И в этом смысле я подумал, что это, наверное, самая удачная форма. Да? то есть это для меня агни. Божественная воля. Ича это божественная воля в текстах. Корне иш. Иш это искать. да? Потом можем, знаешь, интересно, можем попробовать, но, наверное, неправильно. Хотя есть божества, которые, наверное, очень связаны с этими качествами. Наверное, мы можем поискать их. Агни. Да, понимаю. Чудесно, чудесная идея. Агни. Агни а это сома сенсирити. Ну, тут начнутся проблемы, да? Да, 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 я тоже, я когда-то предложила, потом подумала, что это будет немножко искажение. Не, не, ну, это интереснейшая идея, потому что закануться так глубоко. Сенсирити для меня чистота божественного бытия это варуна, да? Варуна по существу. Да. но мы уже тут начинаем что-то делать такое. Или может быть адития тоже. Адития, вот все адитии, они базируются на чистоке божественного сознания и бытия, да? То есть варуна это один из адитиев. Мы можем сказать, что это адития, да? Как солнце, да? То есть ну снова ты смотри голубой цвет, да? То есть агнии это желтый золотой, да? Это вот отсюда варуна возникает. Варуна такого цвета как раз. Или Кришна. смотря на каком уровне литературы мы остановились. Хорошо, хорошая идея, мы можем к ней вернуться потом, попробовать идентифицировать божества. А химилити, мне кажется, это связано с нараха или что-то такое вот. это то, что божественное в человеке, это как его есть слово в санскрит. Нара, хорошо, Нри, да? А Нри это как значение какое? Нри это отсюда человек, это честно говоря, Шрибинда это переводит как the heroic soul of man, да? Героическая душа человека. Это та сила, которая решилась сюда не зайти, да? И отстроить здесь божественное. Это она, да? В принципе, да, вполне может быть, что Нри даже скорее связана с вирус, с каридж, да? То есть если взять Нри или там Вира тоже, Вира как герой, то есть геройские боги, мы можем взять их сюда и это будет Рудра наверное где-то здесь, да? Ну нужно смотреть там, потому что боги ведийские они обладают набором качеств таких универсальных. Ну, ладно. Если взять следующие receptivity, идем дальше или остановимся? Да, идем дальше, конечно. То receptivity тоже очень сложная вещь, что там дано у тебя? граха, грахана шилота. Боже. Грахана шилота. не буду печатать. Грахана это собственно брать, шилота это так сказать качество забирания, то есть дословно переведенное receptivity, то есть качество, которым ты прибираешь к себе, то есть принимаешь качество приятия, то есть характеристика принимания. Расшифрованное слово. Конечно, я его не могу принять, самджиняна здесь было добавлено для размышления. Это то самое, что мы смотрели самджиняна, это как раз заново воспринять вещь, как будто бы ты ее никогда не видел раньше и не знаешь что это такое. Вот это есть качество receptivity, то есть быть всегда чистым восприятием, никогда не накладывать на вещь какого-то плана там памяти, что ты знаешь, что это такое, или там всякие expectation от чего-то. О, это ключ, я сейчас могу, мне пришла сразу идея, в чем будет заключаться повиновение, это будет сравнение со старыми формулами на каждом плане. Да, хорошо, это противостояние этому. Да, а вот это у нас вот так вот было, да, то есть это вот постоянно будет, потому что этот нулевой уровень достичь, этого нулевого уровня знания. Да, и для этого нужно sincerity, именно теоретики, да, для этого, чтобы нулевой уровень мог установиться, с которого можно увидеть вещи заново, свежим взглядом, свежий взгляд. И отсюда вот свежий взгляд я взял Буддхи. Буддхи я взял не в смысле какого-то там интеллекта, как это позже в Санхе, а Буддхи в самом ведийском смысле быть awakened, быть постоянно пробужденным, открытым, да, пробужденным, открытым, заинтересованным, и все видящим, как бы везде присутствующим. Это ресептип. Да, очень хорошо подходит. Ну да, это как слово, как ведийское, да, но как после ведийское совсем нет, никто не согласится с Буддой. Что сейчас еще хотел добавить здесь, потому что я изучала о рецептивите в цитатах, и почему я там тогда сейчас, секунду. основное определение было это the power to receive the divine force to feel its presence and the presence of the mother in it and allow it to work guiding one's sight and will and action. то есть to allow то есть определение, которое давали рецептивите и не помню еще это по-моему шеробин до определения там было явно вот это to allow to work то есть это как раз это есть этот surrender потому что она не как бы она тогда незачем это восприимчивость если она не рабочая. Ну это уже последствия, да, а вот сама восприимчивость вообще-то вот что он говорит это интересно тем, что сама восприимчивость закрывается сразу, если ты не хочешь дать ему сработать вот что он говорит если ты хочешь дать ему сработать у тебя появляется восприимчивость вот какая интересная вещь ну а что это ключ да, открытость появляется к тому восприятию божественного потому что ты хочешь чтобы оно работать божественной воли а божественная воля она как это же акция это же действие направленное, да. Если ты хочешь это принять в себя, она же должна куда-то выйти, а не может не выйти куда-то. Если мы делаем вот этот проход, тогда эта восприимчивость становится интегральной. Не просто услышать божественную волю и пойти себе дальше. Да, и продолжить движение, да, свое. Да, да, да. Ну, только что-то мне говорят, а я пойду поем плюшек. Да, пойду отдохну. Такие задачи огромные на нас выложили. Нужно набраться сил. Вот, поэтому тогда, я когда вот это прочитала, насобирала материал, я подумала, что это нужно обязательно в этот образ восприимчивости. Заметь, заметь, прогресс – это следующий шаг, это как раз тот следующий шаг, для чего восприимчивость нужна. То есть, в принципе, здесь все очень связано, очень интересно. То есть сама восприимчивость нужна для прогресса, для того, чтобы действительно произошло изменение, но сама восприимчивость по себе – это не еще как бы не тот шаг в прогрессе. Хорошо, это готовность, готовность сделать шаг. Да, это готовность сделать шаг, да. А прогресс – это уже шаги. Это, кстати, есть ключ к нашему, как у нас ум работает и как наше витальное работает. мы ищем только то, к чему у нас есть готовность. Видишь, какая интересная вещь. Если мы не готовы к чему-то, мы не увидим его. Мы увидим только то, к чему мы готовы. Если у нас желание низкой жизни, обычной жизни, то у нас появится такая же восприимчивость. То есть восприимчивость зависит от того, чем мы хотим быть, куда мы хотим идти. Да, это хорошая вещь. Открытость наша чему открытость? Открытость тому, к чему мы готовы, да, или готовимся. И вот потом прогресс. Прогресс – это уже путь, да. Это уже эволюция, это уже развитие, это уже план, план. Это рост, да. Это что-то, что будет меняться. И ты видишь этот рост, видишь этот план, видишь этот путь, видишь его далеко, этот путь. Не просто ты видишь его здесь и видишь, куда он ведет. Ты видишь уже вершины, куда нужно подняться. Вот, ты уже видишь целую перспективу того, что с тобой произойдет. От этой росты ты видишь. То есть тема божественная показывает план. Ну, потом только остается… Да, прогресс – это как раз вот это движение вперед дословно. Корня гам – идти пра вперед. Или рыды, я думал дать простой корень без приставки. Я искал корень без приставок. То есть рыды – это рост. А есть рухати? Рух, да, есть рух. Рух, да, тоже может быть, наверное. Рыды, наверное, еще лучше. Он еще проще. Рыды. Мне казалось, что проще в рохоте. Рух. Да, ну а какое ты дашь ему слово? От рохоти. Рохоти. Какое имя ты с него можешь сделать? Нету такого имени. Вот в чем проблема. Здесь эти имена есть. А так будет рогати, будет рудга. Не очень такое хорошее. Возросший, рудги. Таких имен, такой словарь не даст. Его нет. Если я возьму, то должно быть бы рудга. Вот это есть. А рудги не будет. Маунтед рызан, да. А если я возьму как слово, как а. А есть рудги. Зря я так. Rise, ascent, growth. Можно было бы сделать рудги с долгим. Ну, какой-то... Мне не очень нравится. То есть с долгим. Ой, церебральный. Это ситхи. Ситхи – это уже реализация какая-то, да. Ну, прогресс, она в прогрессию приходит. Да, может быть, садхана от корня садх. Да, садху тоже хорошо. Это и есть садхана такая, которую нужно делать. Ну, это не только садхана, как... Здесь еще рост есть, да. Не просто как план. План здесь есть, садхана тоже частично есть. Но здесь еще рост сознания должен быть. Рудги. Ну, просто тебе корень неизвестен. А мне известен. Рудги – это хороший корень. Простой. Мощный. В нем есть это ри. Да, ри. То есть... Сейчас я тебе покажу, и ты поймешь. Рудги. Вот это слово. От increase, growth, prosperity, success. Accomplishment, perfection. Это от корня рыдх. Отсюда в рыдхи, и отсюда в расти, многие другие корни в образовании. To grow, to increase, to prosper, to succeed. Вот он в шестом, втором, четвертом, пятом, седьмом классах. Столько много классов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять классов. Да, у Ганеша было две жены. Рыдхи и Сидхи, да? Вот они, рыдхи и Сидхи здесь. Да, может быть. Да, и Сидхи тоже сюда принадлежит. Но я скорее был связан с аспектом роста, да? С аспектом движения, изменения, эволюции, прогресса. Меньше, чем реализации. Хотя реализация тоже сюда принадлежит, Сидхи. Хотя Сидхи – это уже нечто окончательное тоже, да? А здесь нет окончательного. Оно постоянное Сидхи в росте, да? Не факт статическая, а динамическая истина. Да, Сидхи – это уже какой-то этап, который ты уже отвоевал. Поэтому они вместе идут. Я не настаиваю, я просто, мне интересно. Ничего, Рыдхи и Сидхи – хорошая идея. Почему нет? Рыдхи и Сидхи – они в паре идут. Это две силы, Ганеша. Может быть, и Ганешу сюда нужно куда-нибудь привестить. Здесь свои места. Если рост, если благосостояние, то Ганеша тут, конечно, тут. Прогресс я брал в внутреннем смысле, скорее, чем внешнем. То есть внутренний рост. Хотя это тоже Сидхи, Садана. Ну, внутренний рост и изменение внешнего существа – это тоже очень важно. Да, хорошо. Пускай. И вот это все, вот этот вот взгляд на путь, когда ты видишь, с какого этапа на какой тебе нужно перейти, какой путь тебе нужно проделать, куда, на какие вершины подняться. Поднявшись на те вершины, ты видишь новые вершины, которых не видел до этого. Ты снова туда поднимаешься и снова новые вершины. Вот это прогресс, да? Движение вперед или наверх, или рост. А потом, для этого, чтобы это сделать, этот путь пройти, нужен courage. Тут не получится. Можно смотреть на эти вершины и остаться там, сказать, на них, любоваться издалека, усесться на путь. И, значит, видеть, что… Или потихоньку двигаться. Но для того, чтобы идти по этому пути, нужен courage. Потому что, когда ты поднимешься на те вершины, ты увидишь нечто, чего ты еще не видел. Для этого нужен вот этот вот божественный courage. И там нужно опять нулевую, нулевая точка нужна. Каждый раз. Наверное. От рецептивити начиная нужно… Да нет, от сенсирити начиная нужна нулевая точка. Она везде нужна. Правильно? Да, без нее не будет ни сенсирити, ни гимнази, ничего не будет. Она нужна постоянно, чтобы освежить все наши восприятия. Все наши отношения к миру и себе. Окей. Ну вот это все. Как только появился courage, это делать пошел. Мы выходим, как ты говоришь, на другой уровень. А мы не разобрали вирьям и шакти. Ну, да. Вирьям – это вот эта вот сила, да, которая нужна для… Поэтому шакти я дописал. Сила. В корне шаг. Мочь. Абилити, да, то есть возможность, это мощь существа, которые позволят тебе игнорировать опасность. Вирьям – это та же самая сила виры, сила героя, геройская сила души. Нари – тоже хорошее слово. Душа обладает неинаверной силой. Эту силу нужно явить. Они дают сахаса. Сахаса – это тоже сагас, это сила в этом самом. Но это тоже сагатэ, корень саха означает сносить. И поэтому я не выбрал ее. То есть такой негативный смысл. Терпеть, терпеть, выносить, да, сносить все, что бы ни случилось. Оно неплохо, но может даже для perseverance больше, чем для courage. Мне казалось, что courage – это такое, основанное на такой вере, вере в божественное, да. То есть я не вижу, это, конечно, выносливость в какой-то степени, поэтому они не говорят, но… Не, выносливость здесь плохо, да, я согласен. Здесь нужна более активная какая-то часть души, да, чем выносливость. Она негативный термин, да. Нам нужен положительный термин. Я объясню, да, вот. Ну, расскажи, да, что ты поведешь. Я просто смотрю на вирьев, я смотрю на шакти и понимаю, что это, как бы, один из аспектов, которые карач направляет, но не является его, как бы, вот, целостной передачей. Я ищу, я артикулирую, чтобы найти. Окей. А почему ты считаешь, что это не есть, что шакти не есть основным, центральным квинтэссенцией карач? Ну, просто объясни, логически это было бы интересно. Я долго возился с этим, поэтому я пришел к этим простым идеям. Основным идеям, без которых, собственно, ничего не существует. Если убрать идею шакти, то все будет. Мне кажется, что тут, как бы, другой немножко аспект в караче. Есть, знаешь, мы шакти воспринимаем, как какая-то такая сила, мощь, но не только эта сила и мощь несет в себе карач. Может быть, совершенно нет вот этой вот мощи, как бы, стоящей, и при этом это будет карач, и там будет он карач. То есть, одно без другого возможно. То есть, в шакти всегда будет карач, да? Но карач может быть не только, как бы... Ну, это я так, я ощущаю просто... Хорошо, хорошо, хорошо. Карач — это там, когда вот... Ну, вот это доверие, это настолько вера и доверие, несмотря ни на что. За тобой вообще может не стоять какой-то там силы, да, или мощности. У тебя вообще этого может не быть, но у тебя есть карач, который есть в твое доверие божественное. Что бы ни было, что бы ни происходило, как бы обстоятельства не развивались, у тебя есть это доверие божественное, и это и есть карач. Да, хорошо. Ну, об этом мы и говорили. Humility — это то же самое узнавание, да, на котором все будет, и вот сюда все эти другие качества, которые развиваются, безусловно. Humility — это как бы, ну, другой немножко аспект. Конечно. То есть это непосредственно к божественному, еще до развития всех тех остальных видений, пути. Как только ты видишь путь, да, и ты воспринимаешь по-настоящему, что нужно сделать, и ты понимаешь, что тебе нужно вернуться в мир, да, там нужен действительно какой-то... Это что-то похоже на то, как Иисус молился Богу, Отцу Своему, перед тем, как он был казнен, распят. Типа на это, да, дай мне, дай мне силу, это все снести, понимаешь, дай мне, карач. Карач — это вот та сила, которая встретит всех в лице божественном. То есть, то, что его спрашивал этот, и в этом иудейском храме, их главный там, прист спрашивал у Иисуса, говорят, что ты Мессия, да? Так ли это? Говорит, да, это так. Говорит, а зачем ты пришел? Спрашивает, зачем ты пришел? Он говорит, to face the truth to the end. Вот это и есть самый высший карач. To face the truth to the end. То есть, воспринимать, то есть, to face, как это перевести по-русски? Встретить лицом к лицу. Встретить без всякой боязни, без всякого содрогания истину до конца. Пройти истинным, божественным до конца. Вот это и есть карач. Вот прекрасное определение карач. То есть, это должна быть такая сила божественная, которую у человека нет. Отсюда то все, что ты говоришь, сюда очень хорошо подходит, да? Ее, может быть, не видно внешне, но божественная сила проникла в него, и у него она есть. Он смотрится совсем ничем особенным, а у него есть какая-то такая мощь внутри, которую ничем не сдвинешь. Никакими там тортурами, никакими там убийствами не снимешь. Ты его не обратишь и не испортишь этим. То есть, его распяли просто на Христе, убили. И он не сдался, не поддался, не изменился. Вот это и есть карач. Ну, ты знаешь, я по поводу силы и мощи, может быть, говорил... Это божественная сила, конечно, безусловно. Как и все остальные тоже. Сила души. Да, которая... Ты знаешь, вот что происходит в момент, например, когда ты там стоишь на... Если в тебе уже явленное божественное, которое стоит, и сила эта проявленная, то это не карач. Это уже проявленная сила божественная. Карач – это когда, вот, условно говоря, даже зажмурив глаза, прыгая в пропасть, ты туда прыгаешь, даже зажмурив глаза, когда у тебя нет этой силы выстоять или еще что-то. Но у тебя есть такое доверие божественное. И это тоже есть карач. Ну, конечно, конечно, доверие – это... Знаешь, боги, причемные доверия, не захотелись в первое творение. У них не было карача, но достаточно. Для карача нужно действительно доверие очень фундаментально, потому что ты должен знать, что то, что ты сделаешь, имеет смысл. Имеет смысл в точке зрения божественного всесилия. То есть вот это и есть его сила в тебе. Если ты знаешь, что ты просто идешь на прямую гибель себя без всякого на то реализации божественной силы, то это, собственно, будет наоборот. А вот появилась новая сила у божественного, та сила, которая смогла прыгнуть вниз, у нее был карач – это сделать. То есть... И мать объясняет, почему. Очень интересно. Она говорит, потому что это была большая сила, чем та, которая эманировала, которая пала. Она была высшее знание, да, больше света, больше силы, больше истины и сильнее, мощнее божественное бытие. Поэтому оно вошло туда. У него было больше мощи, и оно смогло это сделать. Те, у которого было меньше этой силы, они не смогли прыгнуть вниз. Они отказались. Оказывается, Мерила будет очень простым. Это есть ли у тебя сила или ее нет? Что-либо сделать. Просто тут еще маленький... Если это не глупость, конечно, просто. Маленький комментарий. Я, скажем, еще пока... Потом буду исследовать ее отдельно для главы, и потом еще вернемся. Пока я так не соглашаюсь до конца. Да, я понимаю, что это аспекты, но как-то... Маленькая такая занетка. Я не знаю, мать материнская или Шри Робинда просто на руках есть. Про Карач именно. When we trust in the divine grace, we get an unfailing courage. Рать. Это она и есть. Divine grace. Никакой... Понимаешь, у психического там нет претензий на какую-то силу, да, вот эту вот мощь. Никакой силы психического. У нее абсолютная божественная основа. Всесилия того психического, которое прыгнуло в эту тьму. Это не та сила, что я буду мускулами покалывать. Это совсем... Ну, не только мускулами, можно и хитхи иметь, собственно. Универсальные какие-нибудь силы, которые через тебя действуют. Это не те силы, которые дают Карач. Карач дает именно только тяга к нашим божественным, несмотря ни на что. Психическое дает Карач, да. Оно имеет полный Карач. Это нри, вот та геройская сила души, которая сюда не зашла и имеет на это... То есть все основания, у нее есть все права на это. Божественные права. Это и есть сила. Ну тогда... Тогда нри сюда больше подходит. Да, хорошо. Я не против. Да, очень хорошо. Ну что? Мне нужно будет на 5 минут. На 7 минут я отойду. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...